Ум Вот вы говорите, что ум очень хитрый и способен оправдать любые свои поступки. Вот ум, он это как отдельный живой организм или нет? О нем так часто говорят. Это проблема является для вас? Ну, нет, больше такой. Вы с ним реально общаетесь как с отдельным организмом? Нет. Ну, тогда слава богу. Как начнете, приходите. Обсудим этот вопрос. Вы реально осознаете, что это часть вас, которая как-то работает? Может быть, не слушается, но что? Попробуйте на пианино поиграть, у вас руки не будут слушаться. Хотя там всего два вида клавиш. Черный и белый. Ну, попробуйте что-нибудь сыграть. Не слушаются. Но это же не проблема. Просто что надо делать? Тренироваться. Тренироваться. Гамму нужно играть. Желательно по 8 часов в день. И то же самое с умом. Ум это тоже пока часть нашего организма, который не слушается. Надо его тренировать. Мантру надо повторять. 8 часов в день. Знаете, мы мало гамма играем. Вот чем проблема. Когда мало гамма играешь, то пальцы плохо слушаются. Знаете, такие костяные становятся. Неразработанные. Нужно разогревать. Так же и ум. Ум тоже у нас такой деревянненький. Не слушается. Не хочет делать то, что мы ему говорим. То есть он нам не подчиняется. Надо над ним работать. Много чего. Ноги тоже не слушаются. Попробуйте что-нибудь сплясать. Или через скакалку попрыгать. Надо долго тренироваться. Тело у нас вообще не хочет слушаться. У него вообще своя жизнь. Тело хочет только лежать и есть. Причем желательно есть лежу. Вот в принципе два желания тела. А все остальное это некоторое оскорбление тела. Даже сидеть уже оскорбление тела. Уже тела недовольно. Посади или тебя-то непонятно. Сидим уже так долго сидим. Уже пора лечь. Лечь и есть. Поэтому тело, и все органы тела, они тоже так немножко возмущаются. Тут заставляют думать что-то. И так далее. Поэтому тело и тело, оно же в общем-то не обязано нам подчиняться. Нет такого у нас договора подписанного. То есть нам в роддоме не выдали договор с тем, что я тело обязуюсь подчиняться моему хозяину. Душе. Нет, нет. Его, ну то есть у него своя жизнь в принципе. У вас своя. Поэтому ну как-то с него договаривайтесь. Только аккуратно, слишком надо так договариваться. Лучше делать добрые дела. А сидеть там и с умом договариваться не надо. Уму это может понравиться. Что с ним слишком много разговаривают. И тогда будут проблемы. То есть его надо как это. В теле держать в таком, как говорил наш Бактисхантос Расвати. То есть утром ударить сто раз. Да. Там палкой. Или тапкой. Да. И вечером сто раз. Понимаете. То есть нельзя, нельзя с ним так добро, ласково разговаривать. То, что вы с умом ласково разговариваете, но это не устанавливает между вами хорошие отношения. Уму все равно. Задача ума, в общем-то, это такая телесная концепция. Задача ума служит телу. Поэтому у него есть эта концепция, хочет что-то или не хочет все время. Ум хочет лечь это, в общем-то, желание тела. Он хочет исполнить желание тела. Он начинает от вас этого добиваться. Поэтому, ну, Бог с ним. Пусть он свои дела делает, вы свои дела делаете. То есть он отстанет. Это некоторая, знаете, такая более серьезная речь с ним должна быть. Более серьезная речь. Не нужно с ним сюсюкаться там как-то, но сентиментальничать. Ум бы, в принципе, вообще не работал, если бы у него было такое желание. А вы ему все время говорите, будешь ругаться, еще больше будем работать. И тогда он будет замолкать. То есть уму нужно ставить условия. И ум тогда он замолкает. То есть если вы сидите на работе, например, и ум вам говорит, давай сегодня пораньше уйдем, пока никто не видит. Вы ему говорите, еще раз так скажешь, уйдем на час позже с работы. И вы прямо увидите его выражение лица. С умом, знаете, можно очень легко справляться. Например, ум говорит, не хочу сегодня мантру прочитать. Устал. Завтра дочитаю. Вы ему говорите, хорошо, нет проблем. Тогда сегодня мантру не дочитываем и три дня постимся. И он говорит, как это? Просто завтра почитаем. Он говорит, нет, завтра-то дочитаем, но еще три дня постимся. И он говорит, ну ладно, сегодня дочитаем. Не проблем. То есть на него тоже можно найти его право. Некоторое. Даже грех можно остановить, влияя на ум. Если у человека есть какой-нибудь грешок за душой, с которой он не может справиться, то можно воздействуя на ум, даже так грех. Найти к нему право победить. Например, человеку раз в недельку закурить хочется. Ну я просто для примера. И можно с умом договориться. Закурил, с зарплаты половину отдаешь кран. И все. И ум думает, что-то как-то дороговато. Понимаете? А если все-таки он на это пошел, то все равно польза. Видите как? Все равно благо. Ну как правило, ум на это не идет. То есть если мы действительно даем какой-то такой серьезный обет, то ум начинает думать. Потому что ум себе не враг. Ум очень логичный. Ум очень четко понимает всему цену. Поэтому если он видит, что это явно как-то не оправданно, то он готов потерпеть и посидеть спокойно. Не волноваться по этому поводу. Поэтому довольно-таки много проблем можно решить, вот так вот умея с ним, так сказать, общаться. Ну это как работа с любым внутренним органом. То есть печень разболелась, нужно тоже как бы с ней договориться. Не давать ему жареное и острое. И все, и печень успокоится. То есть нужно же уметь с каждым органом договариваться. Также и ум тоже некоторый орган, просто более тонкий. Можно также и с ним договориться. Почему нет? Ну только главное, слишком долго с ним не разговаривать. Ну вопрос такой, что деятельность в материальном мире, если приносит удовлетворение и приносит помощь семье, ну как бы иногда голос совести говорит, типа ну что ты делаешь из-за того, что она там не совсем законна на данный момент. Вот как в этой ситуации быть? То есть переквалифицироваться? Что за незаконная деятельность? Ну просто. Наркотиками перейдите. Не надо совершать незаконную деятельность. Вы тюрьму же посадите. Тюрьма такое место нехорошее. Сходите в экскурсию. То есть уму надо показать, опять-таки. То есть мы же имеем дело с умом. Я был в тюрьме один раз. Ходил на экскурсию. Вообще отбило все желание, вообще даже близко что-то незаконное совершать. Вообще. Жизнь-то она такая у нас, да? То есть хочется иногда что-то сделать такое там. Никогда в жизни вообще. Просто вот один раз просто сходите, понюхайте, как это пахнет. И ум, ум, ум тонкий. Ум очень тонкие вещи понимает. Он запахи понимает. Он атмосферу понимает. Он все эти аскезы понимает. Уму надо показать, чем это закончится. Покажите ум, и сразу все пройдет. Просто посмотрите на лица тех, кто там сидит, и сразу будет все понятно. Поэтому нельзя быть тут, как мы говорили, сюсюкаться с умом нельзя. Поэтому если вы явно чувствуете, что есть какая-то проблема, и эта проблема, она как-то не решается, но нужно показывать, чем все заканчивается. Разум это показать, чем все заканчивается. Поэтому покажите уму, чем это реально закончится, и ум успокоится. Ум скажет, нет, это не та плата, которую я хочу, в общем-то. Слишком дорого. Ум, он тоже такой расчетливый. Ум экономичный. Поэтому если ум видит, что слишком дорогая плата, он не будет никогда на это идти. Ему это не понравится. Поэтому будьте разумны, и не переступайте эту черту, потому что жизнь реальна, несмотря на всю ее иллюзорность. Поэтому можно, так сказать, усугубить свою иллюзорность более грустной иллюзорностью. То есть у иллюзорности тоже есть разные стадии грустности. Поэтому не нужно эту грустность увеличивать, иллюзии. Она и так вполне, так сказать, много неприятностей нам доставляет. Так что, пожалуйста, проведите какие-то в этом плане исследования. Как, в общем-то, знаете, это некоторая такая, ну, работа врача, когда пациент приходит, и врач ему говорит, пожалуйста, это не ешь, а то будет то-то и то-то, он ему должен показать, чем это закончится. Потому что так просто, уму не хочется отказываться от какой-то пищи вкусной, к которой он привык, например. Ну, и врачу надо показать, чем это заканчивается. Он должен объяснить наглядно. Так же и мы должны своему уму это показать. Чем это все заканчивается, потому что есть достаточно игры с плохим концом. Не все игры хорошо заканчиваются. Поэтому, хотя это может казаться игрой, что вроде все нормально, ничего не происходит, но есть некоторое такое накопление. Это мир, он такой, накопительный. И карма сначала на нас смотрит, ну, играется, играется, пусть поиграется немножко. Но когда мы заигрываемся, то на каком-то моменте приходит реакция. То есть она, скажем так, то есть мы что-то совершили, нам эта реакция откладывается там жизни на три. Еще раз совершили на две, еще раз совершили на одну, еще раз совершили, на конец этой жизни уже реакция отложилась. Еще раз сделали, на пять лет отложилась, через пять лет придет. Еще раз сделали, через неделю. А еще раз делали Прямо поймали, все и посадили То есть это вот Оно никуда не девается Оно накапливается Нам дается какой-то шанс исправиться Если мы не справляемся через разум То приходит уже исправление Реальное Настоящее, живое Самое, что ни на есть Так сказать Действенно Может быть уже один день остался Может быть уже все Может быть мы уже наработали то Что уже прямо это завтра должно Произойти Стадия, стадия Мы не видим эти стадии Знаете, как болезнь, болезни очень коварные Можно стадию пропустить Так же и тут Может это уже, так сказать, карман на четвертой стадии Может уже все Уже место приготовлено Уже кого-то завтра из тюрьмы Выпускают Чтобы нам в ней место освободить Уже этот человек Он уже вещички насобирает Поэтому поаккуратнее с этим делом Потому что так Не продиагностируешь Тут к специалисту не сходишь Который вам скажет Когда вас точно поставят в тюрьму Поэтому закон кармы Очень просто гласит От суммы От тюрьмы Не зарекайся Поэтому будьте очень аккуратны Тут даже и разговора быть не может Какого-то То есть это явно Неразумно попадать в тюрьму Однозначно Это не цель нашей жизни Посидеть в разных тюрьмах А то я жил Жил, а в тюрьме еще не сидел Что за жизнь такая То есть это не является целью нашей жизни И так попадешь Без причины Как на экскурсию Поэтому лучше лишний раз не надо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому